Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я таролог, и на своем телеграм-канале, ссылка будет в описании канала и видео, я размещаю развлекательный контент и делаю набор на бесплатные расклады. Называется это живой расклад и подходит формат для тех, кто не решается наличной или по каким-то причинам не может оплатить личный расклад. Делаю я это, конечно, не часто, так как я являюсь консультирующим тарологом и работаю каждый день. Татьяна спрашивает, точнее она мне пишет, да, предстоит резекция на зубы, это операция. Нашла доктора, но все не складывается, у нас операция, не складывается у нас операция, постоянно переносится, то он не может, то я возник, поэтому вопрос, не время сейчас ее делать, или это знак искать другого врача. Давайте вот так спросим, насколько своевременная эта операция для вас сейчас, Татьяна? Колода та же самая, да, что в предыдущем вопросе. Второй вопрос, или это все-таки знак искать другого врача? Слушайте, солнце. Ну, во-первых, операция не своевременно, скорее всего, из-за врача. То есть, если вы, знаете, как говорится, да, вот тройки пентаклей, все вы, знаете, что такое тройка пентаклей, когда я, ну, имею возможность коммуницироваться с людьми, которые мне в чем-то помогают. Это карта взаимопомощи, часто вот как раз таки, да, и по девятке жезлов, понимаете, это под основу. Вы все-таки яростно сражаетесь за то, чтобы попасть к этому врачу на операцию, а он все не может, потом у вас что-то не получается. Пятерка пентаклей, это кризис, который легко разрешаем, если вы действительно поищите другого врача. Ну, и уж тут солнце. Солнце сто процентов, да, это такой ясный аркан, да, вам прям такой жирный знак. То есть, я не говорю, что это плохой врач, может быть, просто в данный момент эта операция именно с ним и не срастается, потому что она вот как-то с ним максимально, ну, может быть, спросим, давайте, почему? Ну, вот король пентаклей, вы знаете, тут не хочется, да, короля пентаклей дискредитировать. Ну, вы знаете, у него какие-то свои амбиции, свои запросы, если бы человек все-таки хотел вам искренне помочь, наверное, все-таки срослось как-то. То есть, не хочу дискредитировать его как врача, может быть, он прекрасный специалист, но, наверное, не ваш, вот и все. Вот, ну, а по поводу, почему у вас вот, да, ну, вот как-то неопределенные итоги этой операции, может быть, она и не срастется у вас, то есть, вы уже давно ее сто раз сделали, да, если бы не этот врач, вот и все. Я вам желаю, конечно же, добиться своего результата, который вы хотите, но, наверное, с другим врачом. Благодарю и благодарю всех, кто смотрел. Спасибо.